И теперь давай приведем пример, который приводит нововведенцы на маджаз, для того, чтобы понять, в чем важность этого понятия, и для чего его нужно опровергать. Например, слово Ядулла, рука Всевышнего Аллаха, рука Аллаха. Приходят джагмиты, ладно, Тайп не джагмиты, приходят ашариты, например, и маатазилиты, и говорят Ядулла, и проводят на руку Аллаха маджаз, то есть вот этот весь процесс. Говорят, во-первых, первое значение слова Яд, рука, это что? Ядун Ма'руфа, известная рука, так или нет? Первое значение, когда ты слышишь слово Яд, рука, что ты представляешь себе? Обычную руку, либо человека руку, так, либо кого-либо другого, так, руку представляешь себе. То есть Яд Ма'руфа, известная рука, это что? Первое значение этого слова говорят. Говорят, второе значение этого слова Кула ва Кудра, мощь и сила. Мощь и сила Так, мощь и сила Подписались? Подписывайтесь, чтобы что Пример стал понятен Говорят, у слова рука Есть в арабском языке два значения Первоначальное его значение Это что? Известная всем рука Так, известная всем рука А второе значение В арабском языке Это, когда говорят рука Арабы имеют ввиду То есть, сила и мощь Так, то есть, допустим Как говорят, рука правосудия Рука правосудия Если ты услышишь выражение рука правосудия Что ты представляешь в голове? Ты же не представляешь руку, так? Ты представляешь какую-то силу и мощь Которая заставляет преступников отказаться от преступления И тому подобное Говорят, кува и кудра Теперь, в-третьих, говорят здесь Необходимо, что Понимать слово ядула, рука Алла Не в первом значении, а в втором значении Почему? Потому что есть, говорят, карина Какая карина? То есть, какой косвенный довод на это есть? Хашиятут тажбих Говорят, хашиятут тажбих Опасность Что? Сравнение Всевышнего Аллаха с его творениями То есть, если ты человеку скажешь Рука Аллаха Кто-то может представить Под этим выражением Обычную руку человека То есть, просто в более большом виде, например, так И тому подобное Хашиятут тажбих Здесь, говорит, есть опасность Чего? Тажбиха То есть, уподобление Всевышнего Аллаха Его творениям Это, говорит, карина Это, говорит, что? Косвенный довод или причина Которая заставляет нас Понимать слово рука Аллаха Не в первом значении, а во втором значении То есть, имеется ввиду Мощь Аллаха и Сила Аллаха Теперь мы говорим А какая связь Между рукой и между мощью То есть, почему именно мощь Вы понимаете, а не другое что-нибудь Говорят, потому что в руке есть мощь В руке есть сила и мощь Так, то есть, если рука сильная Тем более, рука Аллаха сильная Так, как они говорят То здесь что? Поэтому мы говорим, что По словам Рука имеется ввиду сила и мощь То есть, вот такая аляка есть Между этими двумя понятиями Понятно ли мне? То есть, между львом и хлебом Нет никакой аляка Нет никакой связи А между рукой и мощью Действительно есть связь Так или нет? То есть, в руке есть сила И в руке есть мощь Теперь понятно, как Нововведенцы Используют понятие Маджаз Для чего? Для того, чтобы аннулировать Или Неправильно понимать Что Атрибуты, имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Суфануа Тааля Как мы на это им ответим? Мы на это им ответим То, что Карина здесь нет Карина здесь отсутствует То есть, нет никакой причины Понимать нам Это выражение Во втором значении Тогда как мы можем понять его В первом значении В его основном значении Так или нет? Почему нет причины? Потому что Всевышний сказал Лесиком из лещей Нет ничего подобного ему Поэтому мы говорим Рука Аллаха И не имеем в виду руку человека Так или нет? А подразумеваем Что? Руку Аллаха Которая Обладает всеми достоинствами Не обладает Никакими недостатками И так далее И так далее Поэтому мы говорим Здесь нет никакой причины Для того, чтобы понимать Во втором значении поэтому мы оставляем в первом значении. Хоть три остальных столпа чего? Маджаза их здесь выполняются, так или нет? Три остальных столпа выполняются, а вот этот третий, точнее, что под номером 3, который теперь уже у нас четвертый получился, он что? Не выполняется. То есть нет никакой необходимости в этом. Так. Дальше поехали. Теперь что? Теперь...